ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я еще не смотрела статистику, но очевидно, что мы не добрали своих стопроцентных очков и, конечно, очень много пропустили в первой четверти, это 28 очков. Я думаю, если мы усилим защиту и получим качество нападения именно в процентном отношении тех возможных атак и реализованных, я думаю, картинка выровняется. Кирилл Музалевский вместе с сыном Тимофеем приходят поддержать Спарту НК не так часто, как бы им этого хотелось. При их присутствии, считают они, видновский баскетбольный клуб неизменно побеждает. Однако в этом матче не помогли даже самые фартовые болельщики команды. И проблема вовсе не в потере удачи. Польский Гожев – команда не из простых. Мне кажется, что нам нужна лучшая защита. Видно, что команда у соперников сильная, у них передняя линия очень сильная, мощные центровые, мощные форварды, наши с ними не справляются. Настроения болельщиков после первой половины игры были разными. Одни переживали за не самую уверенную реализацию моментов, а другие видели в 14-очковом отрыве тактический маневр тренерского штаба. Сильная команда очень у них, сильная команда. А сегодня что-то у нас не идут броски, вот в чем дело. Не, я думаю, все нормально, это просто стратегия такая, то есть все так и задумано. А, вы уверены в этом? Да, сейчас поляки расслабятся и наши врежут. Наши баскетболистки неудачно провели только первый период встречи. В последующих отрезках матча команды играли во многом на равных. И все же польским баскетболисткам и на этот раз удалось отстоять победу. Итоговый счет матча 68-83 в пользу гостей. Поквитаться за обидное поражение в Польше видновскому коллективу не удалось. Спарта НТК отчаянно неслась в атаке, однако опыт зарубежной команды был значительно выше. Шансы на выход из группы у российской команды все еще есть. Арсений Аргазянский, Егор Хлябич, Видное ТВ.